Сочи Еще один сочинский муниципальный чиновник, директор Департамента строительства и архитектуры Владимир Малов, когда дом уже был построен, подписал, не глядя, согласование на ввод в эксплуатацию. Между тем, приморская 16-этажка была построена с вопиющими нарушениями правил противопожарной безопасности, то есть могла не только рассыпаться, но и сгореть без всякого землетрясения. Наконец, судебный пристав Арман Барсигян, получивший от суда исполнительный лист на снос опасного дома за счет застройщиков еще в ходе строительства, свои должностные обязанности исполнять не стал вовсе. Что позволило застройщику стройку довести до конца, а затем обратиться в суд за легализацией этого строения через судебное решение. Вряд ли кто из антигероев этой истории ожидал, что будет и другой суд, который вынесет не решение, приговор. В его основе уголовное дело, возбужденное вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления по Краснодарскому краю о превышении должностных полномочий и халатности. Владимиру Чермитову назначено наказание в виде двух лет и трех месяцев лишения свободы. Осужденный отбывает наказание в колонии-поселении. Кроме того, он на два года лишен права занимать должность государственной службы и в органах местного управления. Владимиру Малову назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу. Армен Барсигиан своими действиями призван виновным. Ему назначено наказание в виде одного года и трех месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей. В сочинском случае Следственный комитет стал на защиту не только имущественных прав участников одолевого строительства, но защитил самое главное право каждого человека – право на жизнь. В краевом центре истории другая. Землетрясение этим местам не угрожает. И дом вполне могли построить, но не построили. Злоумышленники имитировали строительство, чтобы собрать как можно больше средств тех, кто мечтал о своей квартире в Краснодаре. В эти сети удалось заманить больше тысячи клиентов, которые заплатили организаторам этой стройки 754 миллиона рублей. В последующем эти денежные средства были похищены. На часть денежных средств, часть денежных средств были легализованы. В том числе и как установлено предпринимательное расследование для строительства одного из отелей на территории Черноморского побережья Краснодарского края. В процессе данного преступления с целью функционирования и придания видимости нормальной деятельности привлекались работники на предприятия по строительству, которым также не уплачивалась заработная плата. Было установлено, что на протяжении нескольких месяцев 46 работников не получали денежные средства. Всего общая сумма заработной платы составила около 2,5 миллионов рублей. По злой иронии судьбы, этот жилой комплекс получил название «Кино». Впрочем, эта кинокартина уже близится к титру «Конец». Четверо организаторов мошеннической схемы сейчас находятся на скамье подсудимых. Им инкриминированы. Мошенничество в особо крупном размере. Организация преступного сообщества и участие в нем. Легализация денежных средств, полученных преступным путем. Невыплата зарплаты. Уклонение от уплаты налогов. Самый юный персонаж этой драмы, 21-летний молодой человек, исполнявший роль гендиректора, от следствия скрылся и объявлен международный розыск. На имущество остальных подсудимых наложен арест. Также арестовано имущество и владельцев компании «Килстроинвест» в Башкортостане, в том числе принадлежащий им «Яхт-клуб». И здесь расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере долевого жилищного строительства завершено. Полторы тысячи клиентов внесены в реестр обманутых дольщиков жилого комплекса «Миловский парк». Для регионального управления Следственного комитета России важно не только то, что злоумышленники предстанут перед судом. Важна и судьба дольщиков. На протяжении всего расследования принимались меры по восстановлению нарушенных прав дольщиков. В результате часть граждан в настоящее время получила жилье в готовых домах. Хочется выразить благодарность Томскому областному следственному комитету за оказанное содействие до стройки дома. В этом году мы наконец-то получили свои квартиры. Спасибо вам. Дом в Томске строился 8 лет. С начала 2015 году застройщик обанкротился. Дольщики организовали кооператив и продолжили строительство. А дальше случилось то, о чем предупреждал писатель Михаил Булгаков. Обыкновенные люди, только квартирный вопрос их испортил. В тот момент, когда общими усилиями удалось достроить первый корпус, его жители резко передумали платить за достройку второго, решив, что это уже не их проблемы. Два года они своими заявлениями тормозили стройку, пока точку в этих тяжбах не поставили томские следователи. В ходе расследования уголовного дела руководством следственного управления была оказана помощь, поддержка членов жилищно-строительного кооператива, была организована встреча с пайщиками, обсуждены текущие вопросы, понимание той сложной жизненной ситуации, в которой оказались граждане. было обращено внимание на детали, проявлена такая профессиональная скрупулезность, тщательность в установлении всех обстоятельств дела, что позволило установить обстоятельства дела и завершить расследование. А фактическим итогом в декабре 2019 года дом был сдан в эксплуатацию, а граждане, обманутые дольщики, получили ключи от собственных квартир. Основную часть уголовных дел по признакам преступлений в сфере долевого жилищного строительства расследуют следователи МВД. Но есть случаи, когда дело может расследовать только Следственный комитет России. Например, когда злоумышленники начинают преступную деятельность, прикрываясь мандатом депутата, так, как это случилось в Чебоксаре. Длинную и путанную схему с выводом земельных участков и передачей в другую собственность. Заключение фиктивных договоров подряда мог реализовать только депутат Чебоксарского горсовета. Его фамилия Шмаков. Жертвами обмана стали более 37. И это только по официальной документации. Депутат ввел еще и теневое дело производства. Пресечь такую разностороннюю деятельность смог только Следственный комитет России. В ходе следствия были изъяты черновые записи, так называемая черновая бухгалтерия, которая велась Шмаковым, которые были проанализированы, изучены. И права этих лиц были восстановлены. Согласно решению суда, они были включены в состав кредиторов. И в настоящее время, в ближайшее время, они получат принадлежащие им на законных основаниях квартиры. Для установления всех обстоятельств, совершенных преступлений, в ходе следствия был проведен большой объем работы, проведены сложные финансово-экономические, компьютерно-технические экспертизы, направленные на установление всех схем вывода Шмаковым денежных средств и извлечения дохода для себя лично. Часто Следственный комитет для обманутых дольщиков остается последней надеждой на торжество справедливости. Куда только не обращались дольщики жилого комплекса «Маурина» на Вологодчине. Но оживить замерзшую стройку не получалось. Всяческие проверки никаких результатов не дают, как со стороны органов местного самоуправления, которыми контролируется конкретное строительство, так и органами прокуратуры. Со стороны МВД в УБЭП направлялись со стороны дольщиков заявления о проверке, получается, застройщика. Они посчитали, что никаких нарушений с его стороны нет. Мы были вынуждены обратиться в Следственный комитет, который на сегодняшний день возбудил уголовное дело. После тех, 160-й, часть 4-я. В ходе расследования этого дела нашелся ответ на вопрос, почему местные органы власти не торопились реагировать на заявления обманутых дольщиков. Следователи встретились со счастливчиками. Теми, кто все-таки въехал в квартиры, построенные тем же самым застройщиком. Но большой удачи это новоселье не считают. Квартиры построены серьезными недоделками. А принимали их в эксплуатацию те же самые муниципальные чиновники. И теперь они стали фигурантами еще одного уголовного дела – о халатности. И вместе с возбуждением уголовного дела ожидаемо ожила замерзшая была стройка. После возбуждения уголовного дела застройщик возобновил строительство. Оно производится ежедневно. И наблюдается значительная тенденция к окончанию строительства жилых домов. В настоящее время один из домов практически достроен и будет в ближайшее время введен в эксплуатацию. Второй дом, который имеет более медленные темпы строительства, планируется к вводу в эксплуатацию в следующем году. При его приемке местные чиновники уже точно не проявят халатности. Это также важнейший промежуточный итог расследования. Нередко случается и так, что о проблемах долевого строительства сообщают непострадавшие граждане. Их находят сами сотрудники следственного управления. Мониторинг сообщений в средствах массовой информации и в социальных сетях ведомство ведет постоянно. Именно так обнаружили проблемную стройку в Твери сотрудники областного следственного управления. Руководством следственного управления проведен прием дольщиков, которые пострадали в результате совершенных в отношении них мошеннических действий. Даны поручения руководству следственного отдела всесторонне изучить жалобы, заявитель и материалы, полученные от них во время проведения приема граждан, подчеркнув, что разрешение всех прозвучавших вопросов будет находиться на контроле в аппарате следственного управления. Тверское дело пока находится на самом начальном этапе расследования, но оно обязательно будет доведено до конца, так же, как и остальные уголовные дела. Те, кто пользуются излишней доверчивостью граждан, обязательно должны понести наказание, но самое главное для следователей – защитить жилищные права тех, кто давно мечтал о собственной квартире. Приговор мошенникам, ключи от квартир, добросовестным дольщикам. Это будет самым справедливым итогом расследования.